Джон Форбс Кэрри родился 11 декабря 1943 года в семье дипломата Ричарда Кэрри и представительницы состоятельной династии Форбс Розмари Изабель, которая работала медсестрой при военном госпитале. Родители политика были католиками и относились к среднему классу, но за счет поддержки богатых родственников смогли дать своим детям привилегированное образование в престижных учебных заведениях. Из-за дипломатической карьеры отца семья Кэрри часто меняла свое место жительства то в Европе, то в Америке, поэтому в школьные годы юный Джон был вынужден сменить семь школ, что не наложило негативный отпечаток на его успеваемость. В школе Святого Павла, которая была домом будущего политика с 1957 по 1962 год, он был одним из самых талантливых и одаренных учеников со сдержанным и серьезным характером. Именно в тот период в нем проснулся первый интерес к политике, что побудило Кэрри организовать школьный политический клуб, на заседаниях которого обсуждались текущие проблемы общества в условиях затянувшейся холодной войны, последствия которой усложняли жизнь людям. Проявив свой недюжинный талант в ораторском искусстве, будущий госсекретарь США был избран членом редакции студенческой газеты «Пеликан», что пробудило в нем серьезные амбиции в политическом направлении. По окончанию школы Джон Кэрри поступил в Ельский университет, в стенах которого вступил в политический союз студентов. Через год он стал президентом данного союза, что позволило ему получить работу в предвыборном штабе будущего президента США Джона Кеннеди. В 1966 году Кэрри пошел добровольцем на службу в ВВС США, он служил во Вьетнаме и был командиром скорого катера, оснащенного тяжелым вооружением. Уже в те годы он имел четкую антивоенную позицию, но при этом смело и профессионально выполнял свои боевые задачи, за что удостоился трех медалей «Пурпурное сердце», а также получил бронзовую и серебряную звезды. После зафиксированного третьего ранения во время проведения военной операции Кэрри почетно демобилизовался ради участия в предвыборной кампании в Конгресс. Политическая биография Джона Кэрри берет свое начало в 1971 году. Тогда он прославился на всю Америку своими громкими антивоенными речами относительно Вьетнамской войны, в которой, по его мнению, доминировал преступный характер военных действий со стороны американских военнослужащих. Но это не помогло начинающему политику пройти в Конгресс, в связи с чем он решил освоить законы и проявить себя на юридическом поприще. Он окончил бостонскую юридическую школу, после чего попал на работу в Массачусетскую адвокатуру. Проявив свой профессионализм в качестве обвинителя, Джон Кэрри в 1977 году получил должность первого зама окружного прокурора, после чего создал частную юридическую практику. Несмотря на свою успешную деятельность в сфере юриспруденции, будущий госсекретарь США продолжал интересоваться политикой, что сподвигло его участвовать в выборах на пост заместителя губернатора в 1982 году, в которых одержал уверенную победу. Звездный час в политике у Джона Кэрри наступил в 1984 году, когда его избрали сенатором Массачусетса, пост которого он занимал почти 30 лет. Достижения сенатора Кэрри высоко оцениваются как в обществе, так и среди коллег. Он является автором и инициатором нескольких десятков важных актов Конгресса, которые посвящены проблемам здравоохранения, образования, малого бизнеса, терроризма, военного направления. Также благодаря настойчивости дипломата Вашингтон восстановил экономические отношения с Вьетнамом. Политические взгляды Кэрри относительно внутренней политики США всегда отличались либерализмом. Он на постоянной основе выступает против приватизации программы соцебезопасности и смертной казни, продвигает право представителей сексуальных меньшинств вступать в гражданские браки, поддерживает законодательный контроль над оружием и торговыми отношениями, а также активно участвуют в международном обсуждении борьбы с глобальным потеплением. В конце 2012 года президент США Барак Обама выдвинул кандидатуру Джона Кэрри на пост государственного секретаря страны на смену Хилари Клинтон. В ходе тайного голосования Сенат одобрил выдвинутую американским главой кандидатуру, в результате чего Кэрри стал первым за последние 16 лет белым мужчиной, занявшим пост главы внешнеполитического ведомства США, широкую известность на занимаемой должности американский министр иностранных дел получил на фоне своей жесткой антироссийской позиции из-за конфликта на Украине. Он усердно поддерживает новую украинскую власть, которая путем кровавого госпереворота стала у руля страны, считая Россию страной-агрессором, посягнувшей на территориальную целостность Украины. Дипломат считает, что именно российские военные бесчинствуют на украинском юго-востоке, называя их деятельность тщательно спланированной операцией спецслужб РФ. Кэрри полностью оправдывает действия украинской армии на Донбассе, в результате действий которой погибло несколько тысяч мирного населения. Именно поэтому он поддерживает выделение Америкой военной помощи Киеву. Глава американской дипломатии выступает в поддержку введенных США и 28-ми странами Евросоюза санкций против России, которые, по его же признанию, не принесли ожидаемого результата, а лишь ухудшили экономическую ситуацию в Европе. При этом он продолжает настаивать на выполнении РФ взятых на себя обязательств по реализации Минских соглашений по Украине, которые являются единственным способом прекратить войну на Донбассе. Несмотря на это, Джон Кэрри считает Москву важным дипломатическим союзником в большом спектре глобальных мировых проблем. Поэтому он считает, что США необходимо непременно возвратить взаимоотношения с Россией на высокий уровень. Дипломат был дважды женат. Его первой избранницей была Джулия Торн, которая после 14 лет брака не выдержала жизни с политическим деятелем и попросила о разводе, так как от одиночества попала в тяжелое депрессивное состояние. Джулия родила госсекретарю США двоих дочерей, Александру и Ванессу, которые и сегодня активно поддерживают деятельность отца. Второй женой Джона Кэрри стала Тереза Симой Феррейра Хейнце, вдова основателя крупной торговой марки продуктов питания Хайнц. Они поженились в 1995 году и уже более 20 лет живут счастливой семейной жизнью, в которой немаловажное место занимают их пятеро детей от первых браков, две дочери Джона и три сына Терезы. В свободное от политики время госсекретарь США Джон Кэрри увлекается экстремальными видами спорта, серфингом, виндсерфингом, а также слывет заядлым охотником и велосипедистом. Помимо этого он любит музицировать на бас-гитаре и является фанатом рок-групп Битлз и Роллинг Стоунс. По оценкам общего финансового состояния госсекретаря США личное имущество Джона Кэрри насчитывает почти 2 миллиона долларов. Он также владеет четырьмя концернами, доставшихся ему в наследство от династии Форбс. При этом его супруга получила в наследство от первого мужа более трех миллиардов долларов, которыми она раздельно владеет с супругом, что было учтено в их брачном контракте.